Песня, вот эта новая песня, последняя, она на меня очень большое впечатление произвела. Там пелись такие слова, что когда мне трудно дышать, ты рядом, когда мне трудно идти, ты рядом. И знаете, сегодня утром рано встал, в 6 часов утра выехал на Кранево, и думал там очередной раз занырнуть за рыбой. Вы знаете, что стреляю рыбу, так периодически. И вчера я выходил, была волна, и первый раз я в таких тяжелых условиях, так думаю, ну надо прогрессировать, расти, и умудрился на таких волнах две кефали пострелить, ну так, на ужин хватило, а сегодня я подъехал, а там была очень большая волна. Я увидел, что эта волна так разбивается, она выше меня, и думаю, если она меня так подхватит и ударит об эти волнорезы, то мне уже не выйти. Ну думаю, хорошая возможность помолиться. Я начал молиться, и вы знаете, просто вот эта махина, вот это вот, думаю, вот это море, да, это такая силища. Ну Господь, ты все вот это сотворил, ты когда-то сказал, вот, море утихни, а ну сразу вот так. И вот так трудно в это поверить, когда вот стоишь перед этой мощью, и Иисус Христос сказал два слова, и море утихло. Ну, знаете, вот когда сознаешь, насколько велик всемогущий Бог, да, насколько Он силен. И вот это вот, меня сегодня вот эта картина, она очень сильно впечатлила, что я почувствовал себя таким маленьким, таким ничтожным, да, по сравнению с великим всемогущим Богом. И в то же время за вот эту великую честь и привилегию быть частичкой тела Господня, да, Бог воцерковил нас, Бог сделал нас причастниками, божественные сестра. И вот осознавать вот это величие в Боге, это для нас великая вот эта честь на самом деле. И, знаете, я был в Бургасе, и у нас зашел разговор, и меня спросили, вот вы могли бы ответить нам на такой вопрос, какой вот процент, да, вот духовного и физического, да, вот, ну, наверное, должен быть баланс, наверное, у Бога 50% это духовное, 50% это физическое, материальный мир. И, вы знаете, я не знал, для меня это первый раз так прозвучал вопрос, но вот так внутренне помолился, и я начал говорить, и я верю в то, что Господь проговорил, может быть, частично, может быть, полностью. Я говорю, вы знаете, вот, мое чувство, что для Бога материальный свет, он незначительный, ну, не настолько значительный, потому что он временный. Ну, вот мы живем сейчас здесь, на этой земле, да, придет время, и вот написано, жизнь человека, как пара, являющаяся на малое время, а посмотрел, и нет его. И этот мир также, он временен, духовный свет, он вечный, а материальный мир, он настолько вот такой. И мне пришла такая мысль о том, что Бог сотворил, на самом деле, вот этот видимый мир для, для вечности. Он создал его для человека, человека создал для вечной жизни, человек должен был жить вечно с Господом. Но, вы знаете, вот этот мир сейчас разрушается только по одной причине, только по одной причине. Бог в этом не виноват. Мир разрушается только по одной причине, что человек согрешил когда-то. И отпал от Бога, и включился механизм энтропии. То есть мир начал саморазрушаться. Мир сейчас саморазрушается. Люди сейчас саморазрушаются. Понимаете, да? Потому что человек, который изначально был предназначен для вечной жизни, начал саморазрушаться. В него вошла смерть. Хотя он был изначально предназначен для вечной жизни. Это так говорит Писание. Я в это искренне верю. И знаете, я просто ответил этой сестре, это наша благословенная сестра в Господе. Я думаю, что у Бога по-другому. Я думаю, что у Бога, ну, примерно так. Ну, я ответил так. Не знаю, почему мне пришло, что это примерно 10 на 90. Это вот классика жанра. 10 на 90. Вот мы... Почему Бог попросил нас, да? Ну, просто это вот как, ну, вне заповеди, это вне закона. Это вот просто пришло. Вот по вере, опять же, Авраам, да, ну, просто начал приносить десятину от всякого достатка. Вот он встретил Мелхиседека. Никто ему не говорил. Никто ему не приказывал, не заповедовал. Он просто взял и отдал десятую часть. Я верю в то, что десятая часть – это есть дверь. Вот мы отдаем десятую часть своего материального, для того, чтобы Бог нам дал 90% своего духовного, да, благословения. Просто Бог не мерит. Вот так, просто вот так. Меры угнетенные, утрясенные, отсыпленные, просто вот так оно сыплется сверху. Только отдай вот эту десятую часть материального, для того, чтобы открылись ворота небесные, и чтобы на тебя полилось от Бога вот это благословение. Я верю в то, что у нас сегодня благословенный день. Я, например, на эту тему уже как-то не осмелюсь говорить. Ну, может быть, думаю, что это как-то не корректно, пастору говорить о десятины. Но я сам верю в то, что эта тема уникальная. Уникальная тема. Потому что когда Бог нам с Наташей открыл тему от десятины, да, в нашу жизнь пролилось большое благословение. Мы сегодня, мы в Боге уже с 91-го года. И сегодня можем, мы разные этапы проходили. Мы сегодня вместе с Натальей можем сказать смело, мы ни в чем не имеем нужды, ни в чем не имеем нужды. Бог так нас обставил. И все это благодаря только тому, что мы начали соблюдать десятину. Мы получили откровение от Господа. Это святое, это святое, это нельзя трогать, это не наше. Оно нам не принадлежит. Нам это надо вернуть, необходимо. Иначе мы оставимся без благословений. Иначе небеса над нами закроются. Я не хочу этого. И мы сделали это. И сегодня для нас будет проповедовать пастор Севастопольской церкви Олег Григорьевич Перемяков. И его тема сегодня именно будет касаться «Десятина». Давайте мы послушаем внимательно. Давайте поприветствуем брата нашего. И нашу драгоценную переводчицу, также Нелли Ковалева. Сегодня также будет перевод. Потек звук. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Про десятина. За десятка. Прежде чем я начну по существу говорить, я испытываю вот такое внутреннее побуждение прочитать вам текст один. Прежде чем я скажу това, което ми волнува, искам да прочитаю один текст. Я сегодня почитаю, если вы не против. Но кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Олег. Моя фамилия Перемяков. Я живу в Севастополе, но вот уже больше полгода я как там не был. У нас там... Аз съм Олег Перемяков. Живея моя родная град в Севастопол. Половина година не съм бил там. Не знам как е. Да, я бывший офицер. Мне 71 год. И я занимаюсь бизнесом. Аз съм на 71 година. Моя професия е офицер. И... Я бизнесом занимаюсь. И си занимавам с бизнесом. Ну и мы начали церковь. И у меня есть партнер по пастерству, который постоянно в Севастополе. А я все время разъезжаю. Да. 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 Короче. Будет хорошо, если я по-русски прочитаю быстро текст. Я написал когда-то рассказ. Я считаю, что нужно с него начать. Ну, побуждение такое внутреннее. Я иногда записываю тексты. Имам вътрешно подбуждение от един текст и сега ще ви го прочитаю. Итак, называется рассказ «Счастливый человек». Кто-то знает. Кой знает за счастливия човек? Итак, читаем. «Вы до Москвы», я кивнул. Молодой человек лет 35, лысеющий с олба, блондин с бледно-голубыми глазами и красноватым лицом в дешевой черно-белой клетчатой рубахе, вежливо улыбаясь, начал обычный разговор. Сразу, как я только уселся напротив него. Будет читать. Я прочитаю, наверное, да, Нелли, да? А вы будете сопереживать не по-болгарски. Ну, там постепенно. Да, постепенно мы войдем. Вы слышите меня? Чувателеме? Да. А вы сами, я гляжу, тоже не самарский. А я из Новосибирска, не обижаясь на отсутствие ответа, продолжал парень. В речном порту работаю инженером, а здесь, в Самаре, у меня теща. Так я на пару дней заезжал повидаться, гостинцы забросил, а сейчас в Москву, в командировку. Можно я вас спрошу? Вы видели когда-нибудь по-настоящему счастливого человека? Если нет, смотрите на меня. Я как раз такой. Парень разулыбался во весь рот. Очень рад за вас, сказал я, и достал из портфеля, купленный на вокзале свежие газеты. А вот скажите, вы верите в Бога? Ну, начинается, подумал я, раздраженно покрутив головой. Дал Бог попутчика. Забодает ведь, пока до Москвы доедет. А я вот теперь верю. Раньше даже не думал об этом, есть он или нет. А вот теперь верю. И знаете почему? Потому что я его видел. Да-да, я серьезно, собственными глазами видел. Он наклонился вперед, заглядывая мне в лицо, и коснулся рукой моего колена. Я отдернул ногу и отодвинулся. Не верите? Да, они все верят. А я его видел. Парень смотрел на меня и радостно улыбался. Я видел его. Да что вы говорите, а он вас. Надо же, подумать только. Первый раз встречаю такого героя. Может, нам лучше чаю попить? Вы думаете, я шучу? Нет-нет, я не сумасшедший. Мне иногда говорят, что у меня на этой теме крыша подвинулась. Но я просто видел его, и все. И он меня спас. В прошлом году дело было. 27 августа. Как раз у моей дочки, Насте, день рождения. Пятница была. Мы с бригадой обедали на берегу. Ребята в домино, а я пошел по бревнам. Ну, стоят у нас бревна на воде. Плотно очень, толстые такие, сосна. Я часто по ним хожу. Тут как раз Наташа, это жена моя, позвонила, чтобы я торт не забыл купить. Ну, там еще к столу кое-что. И вдруг, до сих пор не пойму, как такое могло случиться. Нога скользнула, и я между бревен шарах. Попутчик мой взмахнул руками и зажмурился. Глаза открываю. Он открыл глаза. Смотрю, в воде темно. Только полоски света наверху. Узкие такие полоски. Ну, я задергался. Давай бревна раздвигать, чтобы вынурнуть. Нифига. Тык, мык, туда-сюда. Еще подумал, помню. Хорошо, в затоке течения нет. А то бы все, кранты. Бьюсь, а воздуха нет. Вдруг жарко стало. Смотрю, я уже не в воде вовсе. Иду по песку. Горячий такой, аж через ботинки. Ноги жжет. Один песок кругом, как в пустыне. Такой желто-красный мелкий песок. Жарище, как в парилке. Небо странное, коричневое. Иду по спуску. Круто так вниз, так и тащит. И жарко, очень жарко. Во рту все сразу пересохло. Дышать нечем. И вонища какая-то мерзкая. Думаю, что это за место? Как я сюда попал? Ведь я же только что под бревнами кувыркался. И вдруг, не зная даже, как вам это объяснить, я понял, что я умер. Утону. Все, Коля, капец тебе, говорю сам себе. А поверить до конца не могу. Иду вниз, оглядываюсь по сторонам. И думаю, а как же день рождения дочки? Жена торт ждет. Лавровый лист, майонез. А я тут. Как я домой-то попаду теперь? Смотрю справа, слева, впереди народ идет. Так же, как я. И все вниз, поодиночке бредут. Несчастные такие. Многие плачут. Да громко. Оглянусь и вижу только глаза дикие и рты открытые. Кричат все. Страшно мне стало. Вы не поверите, никогда так не боялся. И что интересно, чем ниже спускаешься, тем страшнее. Жутко. Неужели так все и бывает, думаю. Вот так люди и помирают. Но я-то же молодой еще. И тем более сегодня пятница. Гости должны прийти. Наташа ждет лавровый лист, торт. А я взял и утонул. Идиот. Глупо, как все получилось. Нафига я на эти бревна полез? Еду я, значит, со всеми так. А тащит вниз все сильнее и сильнее. И неожиданно меня накрыло. Это не шутки, Коля. Это не игра. И не сон. Ты реально умер. Как? И что теперь? Смотрю, а впереди вроде как море, вода и берег песчаный. Как пляж. И люди, люди, люди. Кругом люди. Очень много людей. Одни, как я, только подходят к пляжу в кавычках. Другие уже на берегу. А некоторые в воде стоят. Кто по колено, кто по пояс. Дальше как бы дымка. И плохо видно. Все они кричат. Крик стоит истошный. Впереди, сзади, по бокам. Кругом кричат люди. Мужчины и женщины. Ужас. Страшно. Я понял, что в эту воду мне нельзя заходить. Если зайду, не выберусь никогда. От этой мысли в паху вдруг так похолодело и заныло, что я чуть не упал. Впервые в жизни. Тогда я испытал, как страх физически хватает и сжимает твое тело. Ужасно. Никогда в жизни я не испытывал такого кошмара. Главное, что до тебя никому нет дела. Кричи, не кричи. Никто не услышит и не поможет. И снова как озарение. Так я же в аду. Так вот он какой оказывается. Я не хочу, не хочу, не хочу. Никогда в жизни я так громко не кричал. За что я здесь? Что я натворил? Я не вор, не убийца. Я даже не курю. Ну, выпиваю иногда. Но я же обычный человек. Простой инженер. Живу себе в Новосибирске. Работаю честно. Никого не трогаю. Почему я здесь? За что? А в это время меня все ближе к этому странному морю. К воде тащит. Еле удерживаюсь на ногах. Ступни огнем горят. Воздух раскаленный. Горячее, чем в сауне. Кругом крики, стоны и вонь. Ужасная вонь. Такого отвратительного запаха никогда не встречал. Вдруг вижу справа. Далеко по берегу идет кто-то в белом. Ближе, ближе я вижу, что это Иисус Христос. Вот как на картинках его рисуют, вот таким его и вижу. Одет он в белое, сияющее. Почему-то понимаю, что это хитон. Одежда его так называется. Сандалии, волосы длинные, борода. Красивый. Очень строгий такой. Идет по берегу справа налево. Мимо меня проходит и начинает удаляться уже. А я как бы знаю, что только он может меня отсюда вытручить. Я начинаю кричать. Иисус! Иисус! А он не слышит и уходит. Все дальше и дальше. А я уже почти к берегу подхожу. Уже ровная пляжная полоса. И понимаю, зайду в эту воду. Мне крышка. Кричу еще громче. Иисус! Иисус! Он не слышит. Иисус! Нет. Все внутри сжалось от ужаса. Вот тогда было самое страшное. Именно тогда я по-настоящему осознал, что мне конец. Что этот кошмар навсегда. Что я не выйду отсюда никогда. Ни в понедельник. Ни осенью. Ни через сто. И даже не через тысячу лет. Вдруг. Там все время было вдруг. До меня дошло, что впереди не вода. А та самая сера. И она кипит. И я буду стоять в ней в вечность. Вот это слово. Вечность. Оно самое ужасное там. Никакой. Даже самой малюсенькой надежды. Навсегда. Ты останешься там навсегда. Навсегда. Из последних сил, как крикнул. Иисус! И он обернулся. Да. Мой молодой попутчик. Весь как-то засветился и замолчал. Какое-то время он сидел молча, прикрыв глаза. Потом продолжал. Его взгляд я теперь не забуду никогда. Он смотрел мне, как говорят, прямо в сердце. Это было так щемяще сладко. Невыносимое счастье захлестнуло меня. Теплая, мягкая волна его любви, как будто окутала все мое существо. Мне было так хорошо и в то же время так стыдно перед ним. Я совсем-совсем не знал его. Я, конечно, слышал раньше, как кто-то рассказывал про Иисуса Христа, который вроде как бы умер за людей, чтобы очистить их от грехов и спасти. Но я тогда думал, что это так. Сказки для лохов. И вот теперь я здесь, в аду. В самом реальном, настоящем аду. Мало того, я вижу живого Христа и знаю. Каждой клеткой своей плоти знаю. Он мой спаситель. И завишу я только от него. Вдруг я почувствовал боль в груди. Она приходила толчками. Все сильнее и сильнее. Терпеть было просто невозможно. Я закричал и услышал. Он дышит, дышит. Кто-то тяжелый навалился на меня и давил руками в грудь. Я лежал на земле вокруг людей. Я пробыл в воде 40 минут. Когда ребята достали меня, я был мокрым, стопроцентным трупом. Парень со скорой начал делать искусственное дыхание. Кто-то молился. Теперь я знаю, что именно он своей молитвой докричался до Иисуса. Такая моя история. Мы оба молчали. Поезд летел в ночной темноте. А вот скажите, если вы вдруг умрете сейчас, вы уверены, что вы спасены и не попадете, как я в ад? Вы уверены в своем спасении? Не знаю. Нет, наверное. А при чем здесь моя уверенность? Незамысловатый рассказ этого молодого парня, скажу честно, тронул меня. Что-то в душе моей заныло и затрепетало. Как при чем? Коля всем телом подался вперед. Вам же надо раскаяться перед Богом в своих грехах, выбрать Иисуса своим Господом и Спасителем и жить с Ним. Он ведь умер за вас. И все радостно и почему-то шепотом сказал Он. Хотите, я за вас помолюсь? Он закивал головой. Хотите? Повторяйте за мной. Дорогой Бог Отец, прости мне мои грехи. Пожалуйста, очисти, освободи меня. Господь Иисус, войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем. Запиши мое имя в книгу жизни. Я верю, что ты умер за меня, и теперь ты живой. Я отдаю тебе свою жизнь. Я твой. Аминь. Я безропотно повторил. Слезы потоком лялись по моим щекам, но душе было удивительно хорошо. Мир разливался внутри. Так становятся верующими. Тъй като разказа е твърди, голям и дълъг, но е уникален с своята история, ще бъде публикован на български язик. Общо взето става въпрос за един млад човек, който е инженер по професия, който работи в Новосибирск и там със своите житейски грижи се случва голямо нещастие с него. Той попада в Ада, много подробно описва какво той представлява и същото време той описва много красиво срещата си с Иисус Христос. Но така, както поговорихме, ще бъде допълнително поместен разказ, за да може всеки един от вас да се запознае с него. И така. Далеше. И въд так становятся верующими, например. Каждая из нас, от когото услышал радостно и новости, благо и веси. Ами, така се получават общо взето нещата с вярващите. Все някой от нас, от някого е чул. Евангелие – сила Божия для спасения людей. Евангелието е нещо, което е сила за спасение на хората. Разказ об Исусе. Да, разказ за Исус. И мы стали верующими. Ние като стари вярващи. То есть мы верим в то, что написано в Библии. Верующие – это те, кто верят в то, что написано в Слове Божьем. Вот поэтому нас называют верующими. Нас называют верующими, и мы верующие только потому, что мы верим в то, что написано в Библии. Аминь. Но не все верят в Слово Божье верующие. Вот сейчас пастор говорил, все ведь началось с Адама и Евы. Их самый страшный грех в то, что они не поверили в Слово Божие. Какво е най-страшното чтение? Поверих в Божието Слово. Бог им дали всичко. Им дали само одно условие. Из-за того, что очень сильно их любил. Он сказал, все ваше. Только с этого дерева познание добра и зла не ешьте. Само това дарво на познанието не ешьте. Много ви моля, не ешьте. Вы не знаете, я знаю, если съедите, умрете смертью. Ви не знаете, но аз знам, ако едете, ще умрете. И Сатана, который притворил се змеем, сказал Еве, это че, правда, что ли Бог сказал, что умрете? И змеята, дьявола, който се привърна в змея, казал, эй, какво, не имаште, умрете. Не, не умрете. Наистина ли ще умрете? Не, не, няма да умрете. И они ели. И те ядоха. Они подумали, что с подачи Сатаны, они подумали, что Бог, ну, как бы так сказал, но не допустит же этого. Те така си помислиха, но это не может же быть так все классно у нас. Но это же не буквально, надо да понимать. Да, това не трябва да се вярва така в буквалния смисла. И с этого начался весь кошмар. Как это постепенное... И вочна кошмара, който и до днес. Постепенное умертвение мира. Как это слово называется? И постепенно целия свят започна да умира. Энтропия. Вот оно и все началось. И сегодня эта энтропия в нас. И днес това умира не продолжа в нас. Мы все верующие. Мы верим в то, что написано в Библии. Но не до конца. Согласите, что не до конца. Ни като вярващие, които вярваме в Слово, то не махне, что пропускаме в самия край. Я читаю Библию, в том числе по плану. Знаете, да? Аж читаю Библията така по плану. Знаете? И сегодня я читаю Библию по плану 11 глава Марка. И это я уже прочитал тысячу раз. И вот я сегодня читаю. И макар, что я читал хиляди пяти. Это 11 глава. И там написано. Ну, вы знаете эти истории. Они шли с учениками. Он шел, увидел смоковницу и захотел покушать. Подошел, а там ничего нет. Знаете историята, как учениците с Иисуса вървяха, срещнаха се с смокинята. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от Тебя плода въвек. И какво каза Иисус, никой повече да не еде от Тебя. На смокинята, каза. Той е прокле. Поутро, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И на сутринта учениците, като минаха покрай нея, видяха, че тя е съхнала. Ну, и Петр говорит, учитель, смотри, смоковница, которую ты проклеил, засохла. И Петр удивен, каза. Учителю, видишь, смокинята из съхнала. Удивился. И Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию. И какво отговори Иисус, имайте вера. Ибо истинно говорю, если кто скажет, горе сей, ну и так далее, я не буду это повторять. То есть кому сказал Иисус? И сказал ей, смоковница. И каза Иисус на смокинята. Это что? Значит, вот дерево стоит, деревянное дерево. И Иисус ей говорит на глазах у учеников, на наших глазах, Он говорит ей, засохни. И пред учитель на учениците, каза, иссъхни. И она засохла. И тя иссъхна. Море бушевало сегодня. Иисус говорит, замогни. Морето си бушуваше, ваше огромни вълни. И каза, отихни. Послушайте. Но ведь мы, да дети Божие, созданы по образу и подобию Бога, а ми не като деца, които сме създали ни по образ и подобие на Господа, являем се частью Бога. Ние се явявам и като часть от Бога. Если Бог, мой папа, отец, то я его сын, то аз явявам сына. У меня те же права. И аз имам същите права. И та же власть. Същата власть. Он хороший. То е добър. И я хороший. И я съм добър. Он сильный. То е силен. И я сильный. И я съм силен. Написано. Написано. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать на этой земле посредством единого Иисуса Христа. Че всички ще бъдим, ще испълняваме тази царска всъщност. Да. Ни ще царуваме чрез тази всъщност на Иисус. Скажите, можно ли допустить, че Бог не выполнил свое слово? Можем ли да кажем, че Бог не испълнил своето слово? А можно ли допустить, че мы не поверили в Его слово? А можем ли да допустим, че ние така не вярваме в слово? Вот и вся проблема. Если б мы действовали как Бог, тогда бы у нас было все хорошо. А у нас не все хорошо. У нас очень не все хорошо. И причина только одна. Причината е да не е така, както е при Бога и при нас. Причината е една. Потому что мы не боимся не верить в Божье слово. Защото не се боим от Словото и недостатъчно вярваме. Не боимся не верить в Божье слово. Не се боим и не вярваме в Божье слово. Тот, кто имеет страх Господин, тот счастливый человек. Тот, кто има Господин страх, тот счастливый человек. А мы не имеем достаточной веры, чтобы верить в Божье слово до конца. И какво не е достатъчно, но вярата не явно. И он вынужден, Бог, он же не может не выполнить свое слово. Бог е принуден. Той не может да не испълни свое слово. Он вынужден все время обращаться к нам. Опять же, в Слове слово. Той е задължен да се обраща непрекъснато към нас. Говорит, я же вас сильно люблю. И знаем, че той казва, аз много ви обичам. Вы же помните, что я Адам уговорил с Евой. Помните, какво се говориха Адам и Евой? А они не послушались. Но те не послушаха това, което той не говори. А теперь послушайте вы, что я вам скажу. И дальше написано. Знаменитое, известное всем верующим место из книги Пророка Малахии в третьей главе. Оно сейчас будет здесь на экране. И така да видим в Пророк Малахии, какво написано в главах 3. Написано. Можно ли человеку обкрадывать Бога? Вопрос. А вы обкрадываете меня. Можно ли человек да краде Бога? А вы не крадете. Он задает вопрос и тут же обвиняет. Той хем задава вопроса и хем обвинява. Можно ли человеку обкрадывать самого Бога? А вы обкрадываете меня. Същото повторяю. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношением. Скажете ми, в какво те крадем? А ми в десятъците. Проклятием вы прокляти, потому что вы весь народ обкрадываете меня. И дальше он говорит, что нужно сделать. Он зафиксировал ситуацию, а дальше говорит, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. Донесете всички десятъци в хранилището ми, за да има достатъчно храна. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саооф. И тогава мя опитайте. Двоеточие. Не открою ли я для вас отверстия небесных? Има двоеточие. И какво няма да ви отворя небето ли? И не залю ли на вас благословение до избытка? И ще ви залее с богатство и с излишество. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И ще ви дам богатство на плодове от земята ви. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саооф. И плодът на лозата няма да бъде... Няма да изсъхни. Ще бъде богат. Плодът на лозата ще бъде богат. И блаженными, счастливыми, называть будут вас все народы. И всички народи ще ви казват, че ви сте блажени и счастливи. Потому что вы будете землей въжделеною, говорит Господь Саооф. Защото вы ще казвате, че това е благословенната земя на Господ Саооф. Кто-нибудь читал это? Церковь – дом-хранилище. Церковь – это как-то хранилище. И она, как земля церкви. Церковь – это не здание, а это собрание людей, где люди поклоняются Богу. Церковь – это не здание, а это собрание на хора. И эта церковь работает, как земля. По принципу – посеял, пожал. Сеешь, жунишь. Мы сеем, например… В Библии все время приводят сельскохозяйственные примеры. Семечка кукурузы положил в землю, а початок вырос, да? И се дава винаги пример таков малко селско-стопански, такива примери в Библията. Малката царвичка се посяла там, и тя пораснала голяма. Точно так же и церковь. Закон сел и жат. И Бог хочет, чтобы мы были счастливы. И Бог най-важното иска да бъдем счастливи. Вот это место, Писание, Малахия, 3 глава. Ето това место, Малахия, 3 глава. Когато я пришел к Богу. Когато дойдох, повярвам. Как-то так получилось, что очень быстро я узнал об этом месте Писание. Аз много бързо някакси можах да се срещна с това место Писание. Мене в церкви я удачно попал и была проповед на эту тему. Аз трябва да ви кажа, че удачно бях попаднал в церквата и това место се коментираше в нея. Не потому, что я такой хороший, а потому, что Бог что-то хотел со мной сделать. У Него был план и Он мне это посеял сильно, очень сильно посеял туда, в сознание и в сердце. Про Десятину. Аз искам да се припоръчвам, че си много добър, но Той много дълбоко Бог вложи в сердцето ми темата за Десятата. Когда я пришел к Богу, дела мои очень были плачевные. Когато повярвах в Бога, моите неща, моят бизнес беше плачевен. Моя нужда была финансовая. Я пришел к Богу из-за долгов. Ну, как бы, внешняя причина. И невероятна нужда. Имах дългови и се нуждаех от финанси. И я занимался бизнесом и зарабатывал очень мало денег и все время нужно было выплачевать долги. Имах бизнес, но Той не беше печелив. Много малко печелих и трябваше да изплащам дълговите. И я был так счастлив, что я покаялся и стал верующим человеком. У меня в душе поселился Бог и мне была мирна и радостна. И, но въпреки това, имах радост. Беше така спокойно душата, защото вярвах в Бога. Но когда я услышал, что каждый месяц я обязан десятой часть заработка отнести в церковь. Но когато разбрах, че една десета час от моето, което получавам за месец, трябва да влиза в церквата. Это прозвучало как удар и потрясение для меня. Беше едва ли не като удар и като сотрясение върху мен. У меня было 19 тысяч долларов в банке долгу. Имах 19 тысяч долара дълг к банката. Я получал чек там 500 долларов и 50 из них я должен был отнести в церковь. И получавах около 500 долара и 50 долара трябва да ги давам в церквата. Мне приходилось собирать всю свою веру в пулак. И требаше да собира моята вяра така във филм рука с ним. Но это, наверное, вот на флоте я приобрел такую ответственность. Я с 17 лет служил и меня приучили к ответственности. Да. Наверное. Но аз като офицер, като човек на флотата, имах достатъчно отговорност. И когда я получал в руки в эти 500 долларов, то я выбирал самую грязную и старую бумажку. И когато получавах тези 500 долара, аз така гледах и вземах най-старата, така най-употребената. И към ящико я шел, значит, прощаясь с этим динаме. И отивам така към, нали, към мястото за десятъка, към котията и го давах бързо. Это было правда очень трудно начинать. Но меня спасло то, что я читающий человек. Вообще в жизни спасло то, что я читаю. Спаси ме това, че аз съм такъв човек, който обича да чете. И я начал читать про десетину христианскую литературу. Почнах да чета за десятъците. И на меня вывалило столько историй, свидетельств людей, что делает десетина в их жизни. И там се срещнах с толкова много историй в книгите, които читах. Что вот эти местописания из Малахии 3, эти слова ожили для меня. И читайки тези истории, това място в Малахия просто оживя в сърцето ми. И постепенно, 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 я целый год я платил никаких следов и последствий от того, что я даю десяти, но я не видел вообще. И бях усърден, бях постоянен в разносядъка си, но в продължение на година трябва да ви кажа, че не бях резултат. Только на вере. Само на вера. И меня поддерживали, поддерживали свидетельства и истории других людей. Поддерживали свидетельството на другите хора. И вдруг больше, чем через год, Бог сказал мне, что я даю тебе новый бизнес. Прямо так проговорил внутри. И когато мина годината, на втората година, аз вече имах подтик за друг бизнес. И на меня посыпались деньги. И върху мене се посыпаха пари. Но представьте себе, что я проработал в бизнесе десять лет. И сега си представете, аз работя десять години върху моя бизнес. Мечтал зарабатывать, моя предельная цифра была четыре тысячи доларов в месяц. А пределната цифра, която желаях да получавам, беше четырсет хиляди долара в месяц. И ни разу не дошел даже до двух тысяч. Не заработал даже две. А даже не успявах да заработя две хиляди. И это все больше десяти лет. И това в продължение на десять години. И вдруг Бог говорит, вот, на. И если днешь, Бог ми казва, на. И в первый месяц я заработал пять тысяч сто доларов. И в първият месяц аз заработих пет хиляди долара. И мы с женой, когда планируем всегда, стали говорить о заработках десетинами. Но если, например, мы хотели заработать десять тысяч, то мы говорили, говорили, а давай десятину спланируем тысячу доларов. И вот мы заработали, значит, я заработал пять тысяч, и мы сели планировать, и жена мне говорит, это был сентябрь, и она говорит, а давай на Новый год десятину тысячу отдайте с планируем. Я говорю, ты че с ума зашла вообще? Десять штук баксов в месяц. Ты что вообще вообще? Думать надо головой, между прочим. Ти искаш хиляда лева, десят, хиляда евро, не евро, долари, но ти какво? Ти полудяваш ли ти? Просто не мислиш с главата си. А потом внутри чувствую, че ты дергаешься? Соглашайся. После внутричния глас не ка, защо се дърпаш? Нека да бъде така. Я говорю, ну ладно, вообще-то, конечно, может быть и давай. И записали. И си записахме тази цифра. На Новый год я отнес 1100 долара. 1100. И на Новая година, трябваше да ви кажа, че аз имах 1100 долара. А через год я уже носил и 5, и 6, и 7 тысяч долара. А след време аз вече носих и 5, и 6, и 7 тысяч долара. И с тих пор я... Это десетина, да? Нет, я обманываю. Как действительно, конечно, действительно. Короче говоря... Короче говоря... Такое мое свидетельство. Слава Богу, что... Слава Богу, что я... С самого начала ни разу, ни разу, ни разу даже в голову не пришло мне, чтобы не доплатить. Ни разу я даже не решился, что поскольку у меня сейчас мало, я потом больше дам. Ни разу, ни разу, вот перед вами стою, ни разу, сколько заработал, столько десятую часть и чуть-чуть сверху, чтобы не промахнуться. Потому что там должно быть все учтено. И пенсия, и чеки, там, заработки от бизнеса, все-все-все-все должно быть учтено. Поэтому чуть-чуть больше. Всегда. И трябва да ви кажу, че бях много постоянен, много отговорен. Всички титами пенсии, всякакви дополнительные неща, още ги вземах и от тях давах десяток. Бях постоянен. Более того, через месяца три или четыре я, как обычно, отбирал из пачки самые дрянные бумажки, чтобы отнести в церковь. И вдруг внутри меня заговорил. И както ви казах преди малко, и сега пак така се получи, че аз вземах от всичките тези пари, така най-старичките, най-износените, за да ги занениса в църквата. Но изведнъж нещо ме прободе. Мни стала стыдна вдруг перед Богом. Стана ми срамно. Он сказал, что, ну, я не знаю, може бъде он не сам сказал, но он сказал, Богу само е лучшее. Ни криво е, ни касо е, ни храмо е, ни гърбата е, а само е лучшее. И знаем това, и аз го усетих, че най-хубавото трябва да бъде за Господа. Нито сляпо, нито криво, худсо. Най-доброто е за Бога. Трябва да се даде това е смисъл. Я знаю, че у многих людей проблема в жизни, которая проявляется в долгах, в нищете, в болезнях, в неудачах, в разных неправильных взаимоотношениях, в грехах. И аз знам, че в много хора, във всяко едно отношение в животе им, в бизнес, взаимоотношения, болести, всякакви неудачи, всичкото това, потому, что они этого не знают глубоко. Това е така, защото те не знаят. И не само не знаят, но не е в дълбочина това, което аз знам. Потому, что знание о десятини для них не является глубоким познанием и настоящей истины. Защото информацията за десятъка не сеявява като едно дълбоко реално знание. Когда в церкви некоторые стесняются, даже листедливо говорят о десятини, или, ну, не часто об этом говорят, и люди, обладая поверхностными знаниями, утрачивают то, чем они должны обладать. А смятам, че в церквата на тази тема има едно таково стеснение, едно смуждение, мълчание. И това трябва да се промени. Вы же знаете, в книги пророка Осия написано, за недостаток видения истреблен народ будет мой. Да, и знаете, в Осия какво пише, че хора, които нямат видения, те подлежат на истребление. Тоест, люди губят се от липса на видения. И Бог, он не шутит, он справедлив, он не может по-другому. И Бог не се шегува, защо? Защо? Той е справедлив. Он дал тебе свое слово и говорит, я тебя люблю и хочу, чтобы у тебя было хорошо все. Не будь как Адам. Более того, он здесь даже говорит, ты меня проверь, испытай. И тогда я для тебя открою отверстие и до избытка на тебя вывалю. Вот я перед вами стою, на меня так вывалилось. И люди верующие, я вот читаю истории, свидетельства, общаюсь с людьми, они с удивлением, и вот мои партнеры многие, с удивлением, говорят, Валикарыч, вы представляете, начал платить десятину и вот началось. И я говорю, кто ты такой вообще? И с моими коллегами там по работе те судьбе говорят, това, което е при вас, едва и при нас. Това започел да не волнувам. В том смысле, тебе Бог это сказал, а ты... Ну ладно, че он там говорит, это же не буквально надо понимать. Ами, това е, Бог го указва. А, может да не е буквально, не е, буквально е. Понимаете, когда человек не знает, он как инвалид. И когда человек не знает, то е направо като инвалид. Он не может себя ни проявить, ни реализовать, ни получить ничего. Потому что он не знает. Каква реализация? Как да се прояви? Той е инвалид. Многие не знают, как процветать. Потому что они не знают по-настоящему и не реализуют этот закон десятины. Не могат да процветят, не могат да успеят. Защо? Просто не познават този закон за десяток. Бог все дал. Бог дал. Но надо, чтобы взять и иметь веру. Но треба да го вземеш и да имаш още вяра. А вера – это и осуществление ожидаемого. А вера – это и какво? А твое осуществление на твое, кое ты желаешь. И когда слово оно есть, так во всем, не только в десятини. И когда слово оно есть, то тебе надо проявить веру, взять эти 50 долларов и отдать. Но когда человек говорит, у меня 500 долларов я заработал, но сейчас века раз не могу, поэтому я вот 10 дам пока, то окна джись и закрылись. Да, и когда мы така, буквально кажут, че се скапим. А дни вообще не платят. Устапом и скапират, затварят се и зубилето. А дни вообще Богу не дают. И става така, че те въобще не дават на Бога. Статинки. Статинки. У меня же нет денег. Ами, оправданието – аз немам пари. Так и не будет никогда. Ами, няма и да имаш. Это для того, чтобы у тебя было много в избытке. Это вера. Потому что ты Богу говоришь, да пошел ты, я тебе не верю. Да, като не вземаш вера, так и я. Когда ты не даешь деньги, значит ты ему не веришь. И когда ты не даваш пари, те, които треба да дадешь, значит ты не ему веришь. Ты точно так же, как Адам, которого выгнали с его женщиной. Бог не может по-другому. Като Адам и неговата жена поступила. Он его выпер просто. Да, той просто не верил. Плакал, но выгнал. Он не может. Он святой. Он справедливый. Это его закон. Если он говорит, я открою отверстие. Только тогда, когда ты мне будешь верить. Я люблю тебя. Верь мне. Той го изгони за что-то е верен и, каза, докато не повярваш. Это самая простая форма веры. Как ее проявить? Это десятина. Потому что деньги взял волю в кулак и отдал. Не важно, что ты чувствуешь. Ты поверил Богу. Отдал. И у тебя начинается. И у тебя начинается. Повярвал си, вземи и дай. Сейчас я вам еще один рассказ прочитаю. Вы не против? Продолжение. Нет, я так же, только чуть короче. И вы потом. Нет, нет. Потом. Вкратце, да. На христианской конференции в перерыве общаются люди. И разговор. А я в поезде покаялся. Каждый говорит, кто когда покаялся. А я в поезде покаялся. Был это, сейчас скажу точно. Четыре года, пять месяцев и шестнадцать дней назад. В тот день я возвращался из командировки. В купе какой-то странноватый парень весь вечер рассказывал, как он встретился в аду с Иисусом Христом. После того, как случайно утонул, прыгая по бревнам на воде. И как Бог чудесным образом вернул его к жизни после сорокаминутного пребывания под водой. Было в том простом обыкновенном парне и в его истории что-то мистическое, неземное. Какая-то из силы исходила от него. Под ее действием моя душа буквально растаяла. Я каялся в своих грехах, рыдал и просил Бога простить и спасти меня. Вот с тех пор и христианин. Хожу в церковь, Библию читаю. Все говорят, что я очень сильно изменился. И это, наверное, так. Я действительно теперь совсем другой и в принципе я счастлив. Жить с Богом здорово. Хотя, если честно, проблем, особенно с деньгами, по-прежнему хватает. Но скажу тебе откровенно, есть кое-что, что меня напрягает в церкви. И что это? А это, я тебе скажу, десятина. Десятую часть всего заработка хочешь, не хочешь, можешь, не можешь, отдай. Это как-то, ну не знаю, раздражает. Я вот читал на форумах христианских, что десятина в Новом Завете не актуальна. Это евреи ветхозаветные обязаны были платить. А к нам это не относится. Но ведь никто же об этом не рассказывает. Пастор хоть и говорит, что каждый сам решает платить или не платить. Но я-то понимаю, деньги же всем нужны. Зарплата, музыкальные инструменты, платежи всякие, поесть, попить. Короче, ясно все, что там. Нет, я даю, конечно, когда у меня есть чего дать. Но чтобы вот так обязательно и точно десять процентов, это уж как-то через чу, слишком. Думаю, Бог наш уж как-нибудь без моих копеек обойдется. И иногда даже обидно за него, за Бога, бывает. Так хотят ему якобы насобирать побольше, что неудобно даже. Так и хочется сказать служителям, ребята, успокойтесь, не надо усердствовать. Богу наши деньги не нужны. Он Бог. Ход мыслей твоих понимаю. А ты читал Малахию третью главу? Хорошо читал? Ой, да сто раз читал. Наизусть знаю про окна небесные. Знаю, что ты сейчас скажешь. Ладно, тогда я тебе тоже про утопленька сейчас расскажу. Слушай, приятель у меня в Штатах, верующий, наш, русский, давно как-то рассказал. С тех пор я десятину высчитываю и плачу, как самый добросовестный главбух баланс оставляет. Все до последней копеечки и плюс чуток сверху. Не дай Бог пропустить или ошибиться. Спасибо тебе, Господи. Приехал он в гости с подарком на день рождения дочки к другу своему, американцам. Все уже за столом сидят, шумят, выпивают. А где именинница-то спрашивают? Кому подарок-то вручать? Туда-сюда. Нет ребенка. Кинулись искать. Смотрю, говорит, а она в бассейне. На дне лежит в белом платьице. Волосы в вентиляции засосало. Я нырнул, вытащил. Не дышит. Синяя вся. Видимо, давно в воде. Вызвали скорую. Искусственное дыхание. Крики, слезы, вопли, беготня. Мать в истерике бьется. Ужасное горе. Врачи возятся, но уже без энтузиазма. И ясно, что все. Конец. Притихли все. И вдруг отец ее, друг мой, на колени бух, и как заорет. Отец, Бог, я же плачу десятину. Ты обещал запретить пожирающим пожирать. Мои плоды земные. Это же моя дочь. Мой плод драгоценный. Верни мне дочь. Верни во имя Иисуса. Буквально в это же мгновение она закашляла, захрипела, громко заплакала и села. Теперь у нее уже двое своих детей. Два мальчика, внуки моего приятеля. Хорошие такие пацаны. Американчики. Помолчали. Вот смотри, что нам с тобой прямо сейчас Бог говорит. Я прочитаю. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятину и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите Десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять. У вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенную, говорит Господь Саваоф. Во как! А ты, как я погляжу, смелый парень. Неужели ты не боишься обкрадывать самого Бога? А что, если Он возьмет и проклянет тебя? Ну, разве не страшно? Разве ты не боишься? Понимаешь, Он ведь пообещал запретить пожирающим истреблять любые наши плоды, твои и мои, всех. Всех, кто десятину платит. И речь не о картошке, хотя я знаю не одну историю, когда у всех колорадский жук подчистую на поле все сожрал, а у нашего брата, исправно платящего десятину, ни листочка не тронул. На одном поле. Почему? Потому что Бог, Он не человек, чтобы обманывать. Он обещает, и Он выполняет. Весь вопрос в нас с тобой. Все дело только в нас, понимаешь? Весь вопрос только в нас. В нашей практической вере. Стоит нам довериться Ему и начать платить твой договор с Ним, с самим Богом. Немедленно начинает работать. Ты выполняешь свою часть, отдаешь десятину. Он свою, что обещал. Но при этом мы всегда должны просить. Мы должны напоминать. Мы даже можем востребовать. Но на это надо иметь право. Ты соблюдаешь договор? Ты соблюдаешь договор? Ты можешь посмотреть Иисусу прямо в глаза и сказать честно? И сказать, я честно плачу десятину. Можешь? Тогда давай действуй. Проси, кричи, востребуй. Вот мой приятель на свое счастье мог. Вот он закричал и востребовал в нужный момент. И получил свою дочь обратно. Слава Иисусу. Потому что всегда платил свою десятину. Просто привычка у него такая с самого детства. А отец его научил платить. Десетину. Всичко. Може би този разка ще бъде също приведен на български язик. Овто, зато разглеждаме два случая. Единия, когато вярващия, знае, че е Малахия, трета глава, от 8 до 12 стих. Но, той не смята. Това не е задължително. Защото ние сега сме в новият завет. А това е там, за евреите, в стария завет. Тората, буквално. И той няма тази увереност. И за това се среща с друг човек, който разказва в Америка. И случай е така, доста е шокиращ. Как един баща на рожденния ден на своята дъщеря се случва нещастие. Тя е слезнала и се отдави в басейна. И когато са дошли лекарите бърза помощ, казали се, че не могат да направят нищо. И тогава той от позицията, ето това е много важно, от позицията на това, че е бил верен в десятъка. Какво е десятъка? Това е плод. Това е плод от твоя труд. И той пада буквално на колене и вика с всичка сила към Господа. Господи, бях ти верен в десятъка и ти даваше плодове. Ето дъщерята е моя плод. Моля те, върни ме. И той успява. Бог чува. Това не знаем как той чува. И идва възкресение. Това е буквална иллюстрация на това, като си верен, за да изискваш обратно благословението си. Тоест, чрез вярата си в десятъка и постоянството, Бог връщи и възкресява неговата дъщеря. Огромно е множество историй и свидетельств, когато десетина, когато челек начинает справно платить десетину, как начинает меняться и възжизн. Да, много са историите и случаите, когато си верен в десятъка да идват добрите неща в живота. Бени Хин, если вы знаете... Познаваме Бени Хин. Да, когда он хотел жениться и он разговаривал с папой и свои девушки, он был пастыром, а тот тоже был таким старым пастыром, и тот его начал разпрашивать о долгах в церкви. Есть ли у него долги? У него были в церкви долги. А Бени Хин, когато искал да се жени с своята съпруга, той говорил с нейният баща, който също бил пастыр, и там се води един разговор. Какви са дълговите? Разговори за църквата и дълговите в нея. И он му говорит, если у тебя долги, значит, что-то у тебя с десетина, и ты хорошо десетина платишь. И възрастният пастыр, бащата на момичето, казва, ако ти имаш дългови, значит, не си в ред, не си в порядок на пастането на десятък. А он говорит, я такой молодой, горячий был, и говорит, это мое личное дело, это мое отношение с Богом, я знаю как не плати. И той казал, аз бях такъв горищяхся, защото бях млад, и казал, и това е лично моя работа. Не, 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 я даю за тебя свою дочь. А, той казал, не, не, това не е твоя работа, защото аз тебе давам дъщеря си. Раскажи как ты платишь. Айде да ми кажеш сега, разкажи подробно как платишь. И мне пришлось рассказать, что когда у меня много денег, я хорошо плачу, а когда тяжело, я опускаю этот вопрос. И той разказал, когато имам пари и то достъп, плащам богато, но когато нямам, не пускам. А, так ты, понятна, почему ты весь в долгах? Ты эмоциональный платильщик десетини. А, така ли? Ето, защото ти са твоите проблеми с дълговите? Защото твой десятък е емоционален, така, по эмоции. И он мне так разказал, что на другой день я все дълги выплатил. Сразу все дълги выплатил. И това казва Бенихин, ме накара на другия ден да се справя с моите дългове. И с этого момента начал платить десятину как положено. И после бях много стриктен в плащането на дизайн. Я знаю одного пастора, слежу за ним, следил долгое время за ним. Он рассказывал историю свою, когда молодым верующим он пришел устраиваться на работу. Аз познавам един млад пастор и така го наблюдавам от дълго време, който рассказывал, когато бил млад. Ходил в церковь, но жили очень плохо, нищета, вот это вот съемные жили. Ходил в церковь, но голяма нищета и бедност ги следвали. И както, гляд, му услышали учение про десятину и с женой решили, що будем платити. И когато научават за десятъците как трябва да се дават, той и с жена му решава. И как нам не било трудно, ме заплатили первый раз десятину, отнесли десятой част, все точно подсчитали и заплатили. И те биват вече стрикни. И че ми имат пари, те гледат да отделят точно за десятъка. А через неделю начальник бил козел. А след седмица начальника Моговика вызывает и говорит, слушай, я не пойму, в чом тут дело, в чом тут прикол, но я почему-то хочу тебе на два раза увеличить зарплату. Да. Аз не знам, защо, но имам една така вътрешна подбуда, не знам пак, защо. Но имам желание, да те увеличат два пати заплату. Мы зафиксировали этот факт и стали специалистами по платежам десятин. И станахме специалисти така по този вопрос и следим строго. Теперь у нее огромная церковь и он говорит, что вот за последний год, я не знаю, каком это было году, за последний год через нашу церковь прошло 20 миллионов доларов, которым мы помогли другим церквям. И се получи така, че след време не имужахме да помогнем 20 миллиона долара. Вся церковь платит как сумасшедшая десятина. Да, че церквата получава буквально като лут. Лут десяток се е появил в церквата. Тот, кто платит десятину, тот верит Богу. Този, който плаща десяток си, верит в Бога. И последний разказ, читай короткий, и на этом заканчиваем. И последний разказ, който не предстои да слушаме. Я так же прочитаю, а потом он короткий. Называется 926 долларов. Казывается, 96 долларов. Очень, очень трудно мы с женой живем. Любовь есть, денег нет. Трудные времена, нет работы. Я моряк, не могу устроиться. Жена стала ходить в евангельскую церковь. Зовет меня, я не верю. Потом увидел, что она стала спокойнее и добрее. Пошел. Услышал там про Христа и про крест. Плакал. Каялся. Ожил. Перестал выпивать. Стал ходить регулярно в церковь. Начал читать Библию. Платить десятину. На душе хорошо. Церковь стала молиться, чтобы я получил работу и мог выйти в море. Получилось. Неожиданно получил приглашение и после четырехлетнего простоя ушел в хороший рейс. Вернулся через полгода с деньгами. В церковь не пошел. Наверное, из-за них. Из-за денег. Жалко было платить, давать десятую часть. 926 долларов. Купили гарнитур мебельный. Отдали часть долгов. Слетали в Турцию. Снова стал выпивать. Запретил жене ходить в церковь. Начали ругаться. Потом драться. Наконец ушел от этой конченной дуры. Нашел нормальную телку. Стали с ней курить травку. Потом таблетки. Потом. Скоро мне исполнится 36. Сейчас пишу это в подвале. Я бомж. У меня вши. И я не могу ходить. Гниет нога. Чувствую скоро умру. Думаю все это из-за этих долбаных 926 долларов. Хорошо помню. В Библии написано. Проклят тот, кто обкрадывает Бога. Наверное проклят. Прощайте. Ад ждет меня. Да, ето го този тъжен разказ. Едно семейство. Бедни хора. Той няма работа. Съпруга няма работа. Но жената тръгва в евангелска църква. Започва да се моли за него. Той също отива. Срещат се с правилните красивите неща в църквата. Започват да плащат и десятък. Започват да се моли църквата, да се моли за съпруга. Той получава работа като моряк. Отива на дълъг рейс и се връща с много пари. И точно трябваше да плати 926. Не, 926. 926 долара. И той си признава, че тази сума, която е като десятък, му се е видяла много и се е появяло скъперни чувства в него. И така не отишъл. Съпругата също. Започват да се карат, започват конфликти между тях. Появяват се отново бедността. Идва. Развеждат се. Той започва да пуши трева. А и в края на крещата той става скитник. Той става уличник. И пише от позицията като уличник. Казва, че и кръкът му вече, вероятно, има някаква гангрена. И той каза всичкото това заради факта, че аз не бях уверен в десятъка. Че аз бях скъперник. Десетина не делает нас праведними. Десятъците, за съжаление, не ни правят праведници. Праведними делает нас кровь Исуса Христа. Праведни сме от кровта на Исус Христос. То, що ми поверили в смерть и воскресение Исуса Христа и выбрали Його своим Господом и Спасителем, это делает нас святими, праведними людьми. Святи и праведни сме, защото вярваме в Неговата смърт и Неговата смърт и Неговата правда не прави такива. Десетина держит откритими над нами окна небесни. А десятъка держи отворени небесните прозорци над нас. Ти платиш десетину, ти си верен и честен пред Бога и Бог открива над тобою отверстие для благословения. Открива, откривате прозорците си. Ти не платиш десетину. Не плащаш десятък. Затварят се прозорците. Никто никого никуда не гонят и не заставляят. Никой не те заставя, никой не те гони, но ти си помисли. Он любят нас. Той ни обича. И ждет в ответ нашей любви. И чака отговор на нашата любов. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава на Иисус Христов.